Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальное интервью». И веду я сегодня, Гульнара Сиддикова. И мой собеседник сегодня – председатель организации «Совет женщин и наумского района» ЛСР Проскурякова. Здравствуйте! Здравствуйте, Гульнара! Расскажите об итогах прошедшего года. Прошедший 2019 год для нашей общественной организации «Совет женщин и наумского района» был насыщенным. Благодаря членам Президума Совета Женщин, председателям женсоветов сельских поселений, организациям, учреждениям и, конечно, благодаря волонтерам сделано много усилий для активизации деятельности нашей организации. И, подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что сделано немало добрых дел. Во-первых, мы разработали два социально значимых проекта и одержали победу. Первый проект «Старосты нет» на субсидию Республики Пашкорстан. Он был направлен на формирование активного, здорового, долголетия людей пенсионного возраста. Мы реализацию этого проекта начали еще в июле месяце. Был закуплен необходимый спортинвентарь. И на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» мы начали занятия оздоровительной гимнастикой. Эти занятия вела у нас тренер Лариса Бахорина, и велись они каждый понедельник недели. И отрадно отметить, что женщины с большим удовольствием посещали эти занятия. Несмотря на то, что календарный план полностью выполнен, по высокой заинтересованности, по просьбе участников этого проекта занятия продолжаются. И хочется сказать, что как бы и параллельно вели занятия по скандинавской ходьбе. Тренер Васильев Руслан, именно под его руководством, велись занятия. Он учил, как именно правильно ходить скандинавской ходьбой, какой высоты должны быть палки. И вот на территории тоже физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» по каждый вторник и четверг велись занятия. Тоже по просьбе участников этого проекта эти занятия продолжаются. И в рамках реализации этого проекта мы провели лекционные занятия с приглашением психолога и врачей узких специальностей. Приглашали мы кардиолога Потеряева Антолия Борисовича, невролога Потеряева Юлия и терапевта Чебан-Алевтину Леонидовну. Вообще вот эти занятия лекционные проходили в формате вопрос-ответ. Так как у нас с Яна Олей все-таки дефицит врачей узких специальностей как невролог, очень сложно было найти невролога для выступления перед участниками нашего проекта. Вообще вопросов очень много задавали, так как были темы такие очень актуальные. Это профилактика атеросклероза, профилактика сердечно-сосудистой системы и другие вопросы, которые сами же участники захотели услышать на свои ответы, на свои вопросы. В рамках этого проекта 24 декабря прошедшего года мы открыли лыжный сезон. Он, конечно, немножко с опозданием мы ее начали, потому что из-за погодных условий. Но радует тот факт, что согласился тренер у нас заниматься с нами, Хуснулин Валерий. И знаете, то, что интересно, стали люди, естественно, пенсионного возраста, но которые никогда в жизни не вставали на лыжи. Или же, вот сами они признаются, они вставали на лыжи лет 45-50, то есть со школьной скамьей. И, конечно, я считаю, вот очень полезна ходьба на лыжах. Во-первых, это на свежем воздухе. Во-вторых, это вот для организма, мне кажется, это такой вид, доступный вид занятий, который очень полезен для здоровья. И еще хотелось бы сказать, что вообще у нас в Янаульском районе, вообще в городе очень мало женщин именно зрело в острове занимается лыжами. Наша задача привлечь как можно больше женщин именно занятию на лыжах. Как Вы оцениваете, большое количество откликнулось на этот проект? Вообще, мы хотели где-то около 85-90 человек собрать. В принципе, так и получилось, даже больше 100 человек откликнулись, но они не все, допустим, регулярно ходят. Вот есть такие активные женщины, которые ходят и занимаются и оздоровительной гимнастикой, и занимаются скандинавской ходьбой, и даже вот стали на лыжи. Вот очень приятно, что есть такие у нас активные женщины среди наших участников. А скандинавскую ходьбу почему выбрали именно этот вид спорта? Ну, во-первых, скандинавская ходьба у нас, она популярна в последнее время. И по просьбам тоже знакомых, жителей, они бы хотели, не каждый может купить палки скандинавские, все-таки они не совсем дешевые. И, во-вторых, не умеют сами правильно ходить. Наша задача была именно научить. Второй проект у нас, он назывался, мы ее разработали, во-первых, с коллективом Центральной районной библиотеки, и мы ее подали на фонд президентских грантов. И, вот, как вы знаете, одержали победу. Называется «Включите свет». Это работа по улучшению качества жизни людей ограниченными возможностями, но в первую очередь незрящих и слабовидящих. И, естественно, организация их досуга. Не секрет, многие они сидят, не имеют такой возможности посещать такие культурно-досуговые заведения. И мы вот, я уже в тот раз, по-моему, говорила, все мы, то, что нужно, закупили для настольных игр. Шашки, домино, кубик Рубика. Потом купили самый дорогостоящий у нас инвентарь. Это настольный теннис «Шаудоун». Мы ее нашли только в городе Челябинске. И начали приглашать людей через социальные сети, через районную газету заниматься настольными играми. Тренер приходил, занимался индивидуально с каждым по настольному теннису «Шаудоун». И хочется сказать, что вот этого опыта еще именно игра на настольном теннисе «Шаудоун» для незрящих и слабовидящих ни в одном районе пока такого опыта работы нет. Я в ходе реализации проекта начала заниматься углубленно этим вопросом. Обнаружила в городе Уфа, занимаются этим вопросом, и город Кумертау. И, кстати, вот один участник у нас, Владислав, он поехал 14 декабря в город Кумертау на семинар-тренинг, именно как правильно научиться играть настольный теннис «Шаудоун». Есть, конечно, сложности в ходе реализации этого проекта. Во-первых, мы очень много направлений взяли. Нам нужно было взять только, я так сейчас вот считаю, настольный теннис «Шаудоун» и настольные игры. А мы ведь еще дополнительно занимаемся обучением шрифта Брайля. К нам специально приезжает с города Нефтекамска Жанна Павловна Запольских. Она руководитель общества слепых в городе Нефтекамске, куда входит и наш Янаульский район. Не все могут приходить, во-первых, в библиотеку без посторонней помощи. Вот она ходит к ним, ездит домой с нашими волонтерами, учит именно, обучает шрифту Брайля. Потом мы еще взяли такую тяжелую ношу, я считаю, для себя. Это научить людей пользоваться специализированной компьютерной программой, чтобы они могли пользоваться интернетом, ну, допустим, написать письмо, электронную почту кому-то. Это вот очень тяжело идет, потому что это вот, во-первых, для этого нужны знания все-таки все равно, и, естественно, и здоровье нужно. Они ведь часто болеют, и поэтому вот в этом плане. Я вот, ну, радуюсь то, что все, что мы закупили, все останется в Центральной библиотеке. Отрадно, что вот в нашей библиотеке, я с гордостью могу сказать, созданы все условия необходимые для дальнейшей реализации этого проекта. Хоть у нас этот проект завершается в июне месяце, но на этом, я надеюсь, благодаря Центральной районной библиотеке, благодаря волонтерам эта работа будет продолжена. Для нашего района, насколько остро стоит потребность вот в таком плане проведения обучения для этой категории граждан? Я бы не сказала, что много желающих, да, но ведь даже если мы двоих, пятерых, допустим, научим, это уже мы великое дело сделали. А мы ведь этот проект начали разрабатывать именно по просьбе самих жителей, именно, как говорится, с низов, именно были ли такие предложения. Мы вот хотим научиться играть в настольный теннис-шоудаун. Я, например, даже не слышала, что есть такой настольный теннис именно для незрящих и слабовидящих. Я считаю, что мы сделали благое дело. Вообще, советам женщин из года в год много делается по утверждению здорового образа жизни, по пропаганде физкультуры и спорта среди населения. Особенно активны у нас сельские женщины в этом плане. Они вот маленькими группами создают сами и занимаются оздоровительной гимнастикой, и скандинавской ходьбой занимаются, а зимой они встают на лыжи. Это, конечно, тоже очень радует. И, во-вторых, я не могу не сказать о нашем уже ставшей традиционном велопробеге, который в прошедшем году прошел шестой раз. И он был посвящен столетию образования Республики Башкорстан. Пришли очень много народу в этом году, около 600 человек, и разные возрастные группы, начиная, допустим, с пятилетнего возраста до 70 лет. Многие пришли семьями. И если мы в 2013 году собрали 100 человек, а уже вот в этом году, то есть в прошедшем году, 600 человек, люди сами уже просят, чтобы мы повторили этот велопробег. Мы его проводим именно в конце последнего воскресенья мая в рамках Всероссийского дня велопарадов. И люди не только приходят накручивать километры в своем двухколесном транспорте, но и получить заряд бодрости, и общаться, и, конечно, знают, прекрасно понимают о большой пользе велосипедной езды, я считаю. И мы и в этом году будем проводить этот велопробег, и население только радуется, когда мы проводим такие мероприятия. Крупные акции, конечно, без помощи, не без помощи волонтеров, без помощи ГИБДД, и при помощи администрации муниципального района Янаурский район. Ну, совместно с председателями других общественных организаций у нас в прошедшем году продолжились и антиалкогольные рейды. Вообще наши председатели женсоветов сельских поселений, они активно участвуют во всех мероприятиях, которые проводятся в сельской местности. Выезжают неблагополучные семьи. Вот предновогодние и новогодние каникулы проходила межведомственная операция по профилактике пожаров и гибели людей от пожаров. Все наши председатели женсоветов активно участвовали в этом рейде. Ну, также я, как член комиссии по реализации конкурса «Трезвое село», тоже активно участвовали. И вот подведены итоги. Скоро, наверное, скоро подведут итоги на республиканском уровне. Как относятся те, кого вы посещали к подобного рода встречам? Среди людей есть, конечно, разные. Кто-то нормально встречает, кто-то негативно. Но в основном, я бы сказала, население с пониманием относится и к таким рейдам они как бы слушают, потому что туда выезжают такие люди уже уважаемые, которые все-таки в районе мы друг друга знаем. И потом даже вот звонки были и есть, что вот, допустим, работа не зря велась, что все-таки люди как-то берутся за ум. Может, не так правильно я говорю, но действительно результаты от наших поездок есть. Это я с уверенностью могу сказать. Если сравнивать с прошлым годом, с прошлыми годами подобного рода, это же не первый ваш выезд. Как вы оцениваете, что-то изменилось? Да, мы уже третий год подряд занимаемся этими вопросами. Мне кажется, сейчас все заинтересованные организации начали вот этой темой заниматься. Во-вторых, ведь на уровне республики, на уровне России тоже эти вопросы, злободневные вопросы ставят остро и наш президент Российской Федерации, и наш глава республики. И поэтому все-таки, когда все мы вместе занимаемся какими-то негативными вопросами, то есть хотим улучшить состояние дел в этих вопросах, мне кажется, все равно результаты есть, они были и будут. У нас продолжается работа по посвящению мудрых, уважаемых женщин на селе в клуб «Огайн-Эляр». В прошедшем году мы приняли еще двух таких женщин в ряды «Огайн-Эляр». Это из села «Прогресс» и из села «Ваяды». В сегодняшний день этих женщин стало 9 человек. Вообще общество башкирских женщин под руководством Валеева и Гульнары много делает по пропаганде традиций, обычаев нашего башкирского народа. Вот третий год подряд они провели фольклорный праздник Сумбуля. И 20 февраля селе Навартаул прошел праздник «Урал-Батар». И тут были организованы 7 площадок, в которых показывали именно традиции башкирского народа. Навартаульцы очень активно участвовали в проведении этого мероприятия. И я считаю, мероприятие прошло на таком должном уровне. Хочу сказать, что вообще наши женщины очень активные. В том плане, вот уже четвертый год подряд проводится республиканский конкурс «Женщина-мать нации». В прошедшем году у нас было 8 победителей по 7 номинациям даже. Их награждали в городе Уфа. В этом году этот конкурс начался еще в ноябре месяце. Вот 20 января были подведены итоги. На республиканском уровне уже итоги подведут где-то в феврале месяце. Надеюсь, тоже в этом году наши женщины станут все победителями в различных номинациях. Какие ближайшие планы у организации? У нас все равно будет продолжаться еще реализация вот этих двух социально значимых проектов. Это «Включите свет» и «Старости нет». Потому что у нас еще в рамках реализации проекта, кстати, я не сказала, проводятся и культурно-досуговые мероприятия. Вот мы ко Дню пожилых, допустим, провели День пожилых с посещением дискотеки 80-х. А в декабре провели новогодние посиделки. Приходите к нам на огонек. С дедушкой Морозом, с Негурочкой помогали огромной помощи проведение этих культурно-досуговых мероприятий. Работники центральной районной библиотеки, члены президента Совета женщин и, естественно, волонтеры. Вот если рассказать о новогодних посиделках, мы там не только, допустим, кушали и танцевали, мы там общались, во-первых. И каждая женщина рассказала, как она провела этот год и какая польза была от участия в нашем проекте «Старости нет». Все-таки же это не каждая женщина, каждая женщина не может вот свой обычный режим дня, допустим, ну комфортно же сидеть дома возле телевизора, да, или читать книги, там, газеты. И выйти куда-то, вот бежать, все-таки заниматься оздоровительной гимнастикой, скандинавской ходьбой, тем более встать на лыжи. И в планах у нас еще в будущем мы будем проводить, во-первых, различные подвижные игры. На лыжах мы хотим выехать в лес, там проводить соревнования между участниками этого проекта. Вообще участвовать и на велопробеге тоже привлечем всех наших участников к этому велопробегу. И в конце подведем круглый стол, кто что взял для себя от участия в этих двух социально значимых проектах. 6 ноября Совет Женщин Янаульского района впервые в городе Янаул провел День открытых дверей НКО. Мы презентовали нашу общественную организацию, рассказали населению, чем живет Совет Женщин, какие проекты реализовывает и какие успешные практики были уже. Организовано было 7 площадок. В одной площадке занимались именно люди ограниченными возможностями здоровья, настольными играми, настольным теннисом, шаудаун. А в другой площадке участники и кто хотел и пришел, любой желающий мог играть подвижные игры, веселые старты. С призами, с дипломами. Очень весело было на этой площадке. Потом была площадка психолога, которая давала советы гостям Дня открытых дверей. И выступал невролог. Тоже задавали вопросы. Она отвечала на эти, даже некоторые были такие сложные вопросы. Наша Есения Ахмадиева, она член президента Совета Женщин, организовала площадку, показала мастер-класс, как сделать правильно праздничный макияж. Потому что как раз предновогодние праздники были впереди. И в ходе вот этого неоткрытых дверей на одной площадке совершенно бесплатно всем желающим оказал услуги парикмахер Гаяз Султанов. Он специально приехал из города Нефтекамск. И наши женщины очень довольны были его работой. Я сама лично даже получила удовольствие от этого мероприятия. Потому что не все люди знают, во-первых, про общественную организацию. И тем более про общественную организацию, как Совет Женщин Янаульского района. Планируете в этом году подобные мероприятия повторить? Да, я считаю, неплохо было бы ежегодно проводить. Потому что охват все больше и больше должно быть. Население у нас все-таки немаленькое, город большой. Можно даже организовать с приглашением людей из сельской местности. Чтобы люди знали, если нужно, чтобы знали, куда обратиться, какими вопросами. И можно даже... Наша задача была побольше привлечь людей в свои ряды самых активных, неравнодушных людей. И, может быть, они предложили бы какие-то интересные идеи. И мы бы тоже написали бы следующий проект. И, кто знает, победили бы и стали бы реализовывать в будущем. А какие-то задумки есть пока? Задумки есть. Мы, пока я уж, итоги не подведены. Мы еще один с одним проектом выступили, то есть разработали проект и подали на грант президента Российской Федерации. А если какой-нибудь житель нашего города чувствует потребность в каком-то вопросе, он может обратиться к вам? Конечно, конечно. Любой желающий может прийти, контактные телефоны. Я всегда в соцсетях, кстати, и наша группа «Совет женщин» и в «Контакте», и в «Фейсбуке», и свои такие крупные мероприятия выставляем и в группе администрации. У нас в WhatsApp есть своя группа и с участниками проекта «Старости нет». И со всеми некоммерческими организациями республики мы создали группу тоже НКО в действии. Так что я вот в курсе всех мероприятий, которые будут происходить в нашей республике. И свои мероприятия выставляю в этой группе, очень помогает именно в работе, потому что люди очень интересные, вообще общественники, они живут интересной жизнью, выставляют все свои мероприятия. И оттуда много можно взять для дальнейшей работы даже. И если вот говорить о том, что человек должен всегда развиваться и учиться, я вот учусь, развиваюсь, езжу на семинары, тренинги, на гражданские форумы, которые организуют Союз женщин нашей республики, Общественная палата республики. И вот встреча такими интересными женщинами, инициативными такими женщинами много дает мне именно своей общественной работе. А если говорить в целом, какие главные задачи, может быть, ставите перед работой своей организации? Раз я сама вот люблю вообще здоровый образ жизни, вела и веду, занимаюсь всегда спортом, да, У меня основная наша цель, задача как бы привлечь как можно больше людей, вести здоровый, активный образ жизни, чтобы люди не сидели дома, именно двигались. Они взря говорят, что движение – это жизнь, поэтому нужно двигаться, двигаться, двигаться. Пользуясь случаем, я хотела бы поблагодарить наших партнеров, муниципальное авторомное учреждение физкультуры и спорта «Юность», центральную районную библиотеку, газету нашу «Инаульские зори», местное телевидение, членов президиума, представителей женсоветов сельских поселений, учреждений, организаций и волонтеров за содействие в реализации вот этих двух социально-знавчимых проектов. И я уверена, без помощи вот партнеров, волонтеров и членов президиума, президиума, наша общественная организация, она не может действовать эффективно, как бы хотелось. Именно благодаря им наша общественная организация действует, живет и реализовывает такие проекты. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо за беседу. И напоминаю, на мои вопросы сегодня отвечала председатель некоммерческой общественной организации Совет Женщины Инаульского района Ильсиар Проскурякова. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Температура ночью минус 7, минус 5. Днем минус 6, минус 4. КИБЕРРАСПРОДАЖА в Ювелир-центр. Скидки на украшения до 70%. Только до 27 января 2020 года во всех салонах Ювелир-центр. 25 января приглашаем студентов Янаульского района в Межпоселенческий культурно-досуговый центр на мероприятие, посвященное Дню Российского Студенчества. В программе 11.00 проектная площадка будущей Янаула в твоих руках. Прими участие и получи бэдж, дающие право на бесплатное посещение с 15.00 плавательного бассейна или тренажерного зала физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность». 21.00 студ-пати с зажигателем-диджеем в кафе «Бордо». 12.15 кофе-брейк. 12.30 концерт, посвященный Дню студентов.